Сейчас стемнеет, а это значит, что времени на съемку осталось очень мало, поэтому все одним дублем. Итак, сегодня поговорим о напашниках и в принципе о тюнинге, снаряги, пока крес возится с бампером, который отвалился от его Мерседеса, пока мы скакали на кочке. Вот такой напашник я сделал себе. И сейчас я естественно вам расскажу, как я его делал, но перед этим давайте разберемся, для чего я его сделал. Бронежилеты бывают разные и на них бывают разного типа напашники. И мягкие, с мягкими бронеэлементами, и комбинированные мягкие с плитами. Перед тем, как ставить себе напашник, необходимо определиться, а нужен ли он вообще вам. Напашник с бронеплитой нужен, когда ты работаешь в помещении, когда ты занимаешься адресной работой, когда ты идешь, например, на содержание преступника, который вооружен автоматом Калашникова и будет лупить тебя прямо в яйца. Тогда логично иметь броненапашник, ну да, можно сказать броненапашник с плитой. Следующий тип напашников это мягкая броня, которая защищает от осколков. Она есть на армейских брониках. У6Б12 это прям ярко выраженная такая висюлька была. У6Б23 это такой небольшой откос. На мне же плейт керриер, плитоносец. Как и там лежит плитоносец 5.11. Оригинал 5.11. Мы мажоры, ты нет. На самом деле, вот эти два варианта, которые я перечислил, и противоосколочный, и противопульный, даже напашник, они в случае с плейтом не совсем канают. Здесь как раз смысл в том, чтобы защищать бронеплитами смертельную зону. Ну, назовем это альфой. Легкие, сердце, попчик. Если в бронежилете изначально была убрана функция такая, как дополнительная защита из кевлара, какой смысл навешивать на изначально не созданный для противоосколочной защиты круговой броник какие-то дополнительные модули? Это пошло от маркетологов. Ну, подумайте сами. Продать одно изделие будет намного дешевле, чем продать то же самое изделие, но по частям. Конечно, можно подумать, что это выгодно покупателю, который может подогнать бронежилет под себя. Но на самом деле это не так. Если изначальный концепт не был рассчитан под противоосколочную защиту, это на самом деле немножко будет маразмом вешать кучу модулей. Но я все-таки повесил. Итак, в моем случае это не защита писюльки. Это защита кишечника, если мы говорим про защиту. Я руководствовался тем, что мне нужно было увеличить площадь муляшную, чтобы добавить сюда вот такую сумочку, в которую я кладу разные штуки. Ну, в данном случае здесь очки, видеокамера и прочее. Сначала я вообще думал такую, знаете, кенгуру сумочку повесить под броник. Но потом в голову шарахнуло, я подумал, а что бы и нет. В моем случае получилось так. В посылке от Олега Савина из компании GearCraft мне среди многих вещей попалась вот такой непонятной формы изделия. Но в итоге оказалось, что это набедренная платформа. Ой-ой-ой, как блестит, придется красить. В ней, по идее, должна была быть пенка или кевлар, непонятно что. Но там ничего не оказалось внутри. А у меня как раз завалялся кевлар. Я просто-напросто расштопал вот эту вот набедренную платформу. Сложил аккуратненько этот кевларчик. Обмотал его пищевой пленкой, для того, чтобы он просто-напросто не намок. И после чего все это дело зашил. Конечно, можно было бы добавить еще бронеплитку, но это был бы уже целый маразм. Потому что я хочу бегать, и чтобы эта херень не мешалась. Что мы в итоге получились? Он не висит у меня на яйцах, он не бьет мне по коленях. То есть это все еще легкий броник, все еще с возможностью... О, скользко здесь. Все еще с возможностью хорошенько целиться, хорошенько маневрировать. Лежать не совсем удобно на самом деле. Но не из-за напашника, а из-за того, что здесь лед. У вас лед на погоне. Но у меня теперь кишечник защищен. Это же важно, пищеварение правильное, верно? И у меня здесь висит сумочка. Сначала я думал приделать на хомуты вообще по-бумштайловски. Но потом нет. Оказалось, тут есть лямки, я их почему-то в упор не замечал. Теперь он висит на лямочках. Посмотрим, как долго продержится. В случае с Крезовским броником, это у нас скорее получилось по приколу штуковина. Дело в том, что канал Военный Обзор, Иван Савин, прислал нам посылочку. И в ней был вот этот напашник. Но он был страйкбольный, с пенкой. И наша задача была сделать его настоящим крутым. Я бы мог вам рассказать, но... Ха, попробуй обгони меня, если сможешь. А может меня будешь снимать? Смотри, он даже не это самое. Не болтается. Четко приделан. Добрый вечер. Че ты делал с напашником? Разрезаешь пакет от 6B3. Кевларовый пакет от 6B3. Арамидный. Вот, видите, сраная машина. Вот, проклеил края арамидным скотчем. Упаковал это в целлофановый пакет от какой-то хуёвины. С зипером. Обязательно с зипером, ребята, чтобы он был классный и не сильно шуршал. И самое главное, самое главное. Засунул туда плиту от 6B11. Которая защищает по второму классу. Она, кстати, легкая и мягкая. Хорошо, а теперь расскажи, зачем тебе на плейте бронезащита? Яиц. Даже не яиц, а, можно сказать, мочевого пузыря. Ну, потому что, блядь, вид имеется и всё. Я захотел пиздатый вид. Вот, видите, для прикола. Ну что, дорогие друзья, в принципе, ради этого и был сделан видос. Не чтобы вы копировали вот именно это. Ну, потому что именно это вы вряд ли найдёте у себя дома. А чтобы донести до вас мысль, что снаряжение... Ну, это легкая мысль, но почему-то... Ты же сам знаешь, да? Почему-то не у всех она в голове сидит. Ты, кстати, можешь кивать камерой. Ты же оператор, типа, о, да, я знаю. О, да, я знаю. Думайте, изучайте, смотрите. Если ты хочешь собирать кит на мобильность, зачем тебе напашник с бронеплитой? Зачем тебе плечи? Нет, другое дело, если ты собираешься... Ну, в окопе, кстати, логично даже. В окопе было бы логично иметь противоосколочную защиту, потому что как начнут бомбить. Ну, это уже думать надо. И на самом деле, ну, эта фигня, конечно, она, ну, выдержит дробинки. Другое дело, да, там будет или не будет заброневая, там травма запреградная. Ну, осколок, может, она словит. Но, опять же, никакой гарантии нет. Потому что в одних условиях она могла остановить, а в других могла и не словить нифига. Так что, если что-то и покупаете, покупайте это у настоящих производителей, где все лицензировано, сертифицировано. Чмок и вас пока. Ага, наебал. А еще это видео снято для того, чтобы рассказать вам следующее. Алгоритмы YouTube меняются. И теперь для маленьких каналов работает следующее правило. Если ты не выпускал видео в течение последних пяти дней, примерно, значит твоего канала не существует. Он не выдается в рекомендациях у других людей, он в поиске не выскакивает. Короче говоря, канал умирает. Поэтому мы вынуждены пилить теперь видосы часто. И мы будем выпускать вот такие вот коротенькие видосики раз в неделю, а то и чаще. Не надо ставить дизлайки, не надо возмущаться. А те вот крутые видосы, где мы стараемся, которые идут долго, где я там кучу монтажа запяливаю, куча там приколов и шутейк, они тоже будут выходить и с такой же периодичностью, как и раньше. То есть раз в месяц, в полтора. Просто помимо них вы получите еще кучу информативных видосиков. А почему бы и нет? Почему бы не поставить лайк? Почему бы не написать хороший комментарий? Почему бы не поддержать подпиской? Почему бы не заслать мне 50 тысяч рублей? Все, пока.